Доброго дня, друзья и уважаемые коллеги! Меня зовут Гусев Александр и я вам представляю очередной обзор на текущую неделю. И начнем мы с обзора макро статистики. Обратите внимание на то, что в понедельник отдыхают Соединенные Штаты Америки и у них праздник президентский день. Обычно такие дни не отличаются волатильностью, поэтому торговать в эти дни нужно осторожно. Среда, 22.00 публикация протоколов ФОМСИ. В четверг 15.30 публикация протоколов заседания Европейского Центрального Банка. А в 16.30 четверга выходит много разной статистики по Соединенным Штатам Америки. Далее 18.00 четверга продажа на вторичном рынке жилья с США. И в окончании четверга 19.00 запасы нефти. В пятницу 13.00 индекс потребительских цен Еврозона. Из корпоративных новостей 20 февраля отчитается Новотек за 2018 год. Также 20 февраля послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 21 февраля Газпромнефть, тоже отчет за 2018 год. И отчет за 2018 год 22 февраля по ленте. Переходим к графикам. И первый у нас на очереди Новотека, его уровень 1065. А судьбу этого уровня решит отчетность, которую Новотека опубликует в среду. Роснефть, ее уровень 390 и 35. В идеале хотелось бы, чтобы еще чуть-чуть проторговалась она возле этого уровня, а потом взять пробой. Северсталь и уровень сопротивления 1039.8. Здесь, наверное, уже буду смотреть по факту, что делать с этим уровнем. То есть здесь возможен как отскок, так и пробой. Татнефть и уровень сопротивления 815. В пятницу Татнефть показала неплохую позитивную динамику. Если этот позитив сохранится, то я буду ждать пробоя этого уровня. В окончании ролика я попрошу вас обратить внимание на расписание мероприятий на АЛАП ТВ на текущую неделю. Заходите на мастер-классы, задавайте свои вопросы, не опаздывайте на групповые курсы. А я желаю вам зеленок и, как всегда, рекордов. С вами был Гусев Александр. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.